В районе продолжаются традиционные сходы граждан. Они проходят в каждом сельском поселении. Именно при таких встречах люди могут напрямую задать все волнующие их вопросы, высказать свои пожелания и проблемы. 15 декабря такой сход состоялся в Игнатьевском сельском поселении. Для живого диалога свои двери гостеприимно распахнула местная школа. На встречу с жителями приехали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, работники администрации района, руководители ресурсоснабжающих организаций. По установившейся традиции сход начался с выступления главы сельского поселения Германа Хаджиева, который отчитался о работе за прошедший период. Администрация сельского поселения проведена следующая работа. Подарки для новорожденных 18,8 тысяч рублей. Против клещевая обработка подвесной суммы 32 тысячи рублей. Техослужение газового оборудования 38 тысяч рублей. Поставка и установка комплекта уличных силовых тренажеров 591 тысяч рублей. Поставка и установка детского игрового оборудования 152 тысячи рублей. И средств дорожного фонда. Уборка общественных территорий 195 тысяч рублей. Оплата уличного освещения 20 тысяч. ГСМ на попоз травы и общественные территории 23 тысячи. Внесено изменение в правила землепользования и достройки Игнатического сельского поселения 250 тысяч рублей. Схема расположения на кадастровом квартале составления межевого плана геоденетическим способом на кадастровом квартале 10 тысяч рублей. Корректировка смертной документации для объекта капитальный ремонт сельского льдового культуры 100 тысяч рублей. Ремонт гравийных дорог 86 тысяч рублей. За отчетный перевод выданы 435 справок. Оформляют документы на получение субсидий, льгот, адресные помощи детских пособий, материальной помощи, электроснабжения, оформление домовладений, земельных участков и так далее. Закончено строительство газопровода низкого давления северной части Кутора Игнатьевский. Протяженность газопровода составляет 4 325 метров. В настоящий момент имеется возможность подключиться к газу 100% домовладений. Проводится работа с жителями с целью оформления прав собственности на земельные участки и имущества для включения домов в программу социальной догазификации. Сегодня газифицировано домов в Куторе. Осталось 145. На сегодняшний день подана заявка, заключено договором о газификации 98 домовладений. Работа в данном направлении продолжается. У кого-то документы еще не готовы. То в наследственном степле, то с нуля начинают, так говорится, оформление, поэтому немножко у некоторых это сложности вызывает. На территории поселения 14,5 километров дорог общего пользования местного значения. Ну нет пешеходного тротуара. Администрации поселения подготовлены документации по отводу земельных участков по строительству тротуара по улицам Ленина и Прямая. Документы, переданные в Автодорф, которые в свою очередь будут вести строительство линейного объекта, устроить тротуара вдоль автомобильной дороги по улице Ленина от дома номер 35 до дома 157 и по улице Прямая от дома номер 2 до дороги по улице Ленина. Замеженный участок по строительству автобусной остановки. Строительство запланировано на 23-й год. Также на 23-й год запланировано строительство ФАП, благоустройство воинского захоронения и продолжение о леве славы. Ремонт ДК запланирован на 24-й год. Подводя итоги, хочется отметить руководителей предприятий, депутатов, предпринимателей и, конечно, всех нерадостных жителей нашего поселения за совместную работу и понимание. Особое огромное спасибо Зеху Зурав Хазридбеевичу, Папову Руслану Магомедовичу, Черневенко Александр Ивановичу и всем тем, кто нерадошен к проблемам поселения. Подвел итоги деятельности за 9 месяцев текущего года и участковый, уполномоченный полицией Игнатьевского сельского поселения Хазрет Кашуков. С начала 2022 года на обслуживанной участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Игнатьевского сельского поселения совершено 4 преступления, из которых нераскрытых остается одно преступление. Мероприятие, направленное на раскрытие данного преступления и привлечение к ответственности лиц его совершивших, проводится до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относится к категории имущественной. С учетом складывающей оперативной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся филактические мероприятия с подучетным контингентом, которые на обслуживанном участке проживают ранее судимых 5 человек, условно осужденных 2 человека, лиц, страдающих психо-неврологическим заболеванием 1 человек, состоящим на учете УПТН 3 человека. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживанном административном участке проводились следующие мероприятия операции «Быт алкоголь», в ходе которых проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушения в социально-бытовых сферах. Проверялись лица, состоящие на профилактическом учете, лица, ранее судимые, осужденные к наказанию, не связанным с лишением свободы, которые постоянно ведут профилактическую работу. В ходе проведенной данной операции выявлен один факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции. За отчетный период на территории Гнацовского сельского поселения выявлено 52 административного правонарушения. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 51 обращение граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, в которой были рассмотрены установленные сроки, и по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении разных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, последний звонок и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. На постоянной основе проводились разъяснительные работы информационного характера с гражданами, то есть развешивание листы информации о том, как вести себя в случае совершения мошеннических действий, о том, что необходимо делать при обнаружении подозрительных предметов, о мерах по ограничению добровольной сдачи незаконного хранящегося оружия. С учетом складывающей оперативной обстановки в соседних регионах хотелось бы обратиться к вам с просьбой сообщать информацию о лицах, вновь прибывших на территории гнатинского сельского поселения для проживания особенно странных граждан, лиц без гражданства, лиц, перебывающих с горячих точек России, а также о лицах, осуществляющих незаконную реализацию спиртосодержащей жидкости, о фактах незаконного выращивания наркосодержащих растений, конопли и мака, а также лиц, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия. Затем участники встречи перешли к вопросам, на которые ответил глава района. В основном они касались вывоза твердых бытовых отходов, ремонта дома культуры, проблемы, связанные с дикими животными. В завершении собрания выступил Заур Хамирзов. В своей речи руководитель районной администрации коснулся разных задач и дел, которые уже удалось претворить в жизнь или еще только предстоит. Сейчас в стадии проектирования строительства нового фершеско-апушерского пункта в Куторе-Игнатинский. До конца этого года, до конца декабря проект будет готов. Мы заявимся на программу комплексного развития села на 2024 год. И земельный участок уже выделен. Я думаю, что место очень даже неплохое. В самом центре, возле дороги, возле сельского дома культуры, новый фершеско-апушерский пункт. Я надеюсь, что в 2024 году он будет построен. Дальше, что касается школы. Тоже в этом году запроектировали на капитальный ремонт на 2024 год. По газификации. Вот смотрите. 145 дворов не газифицированы. Да, Геннадий Андреевич? Нет. Вот смотрите, сейчас действует программа догазификации. Она называется, наверняка вы слышали. Это прямо ваш двор заведут в газ. Дальше, дальше. Жильцы, собственники этого домогладения должны все другие работы произвести за свой счет. Эта программа будет действовать в этом и в следующем году. Поэтому убедительная просьба, не пропустите. Это абсолютно бесплатно. С вас только подача документов. Естественно, домогладение должно быть оформлено на вас. Ну, на собственники жилья. Но для многодетной, малообеспеченной категории граждан работает программа Министерства труда и социального развития. Если раньше это составляло 50 тысяч, то уже в последнюю неделю сумма увеличена до 100 тысяч рублей. То есть, те граждане, которые подпадают под категорию малообеспеченных, могут подать заявку в наше управление социальной защиты и поучаствовать в этой программе. То есть, вы получите 100 тысяч рублей на газификацию домогладения. Ну, естественно, за эти деньги нужно будет отчитываться. Я думаю, что это очень хорошее дело. Есть такая замечательная программа. Мы все время об этом говорим. По грантовой поддержке жителей села, сельхозпроизводителей. Игнатовское, сельское поселение довольно неплохо развито. Кубника, да? Кубничное производство, ягоды. Почему бы вам не поучаствовать в этом? Соберите документы. До 3 миллионов на одного заявителя. Это и капельное орошение, это и семена, и все остальное. Софинансирование какое будет? 10 процентов. 10 процентов от суммы. Если вы получите и миллионы, это 300 тысяч, вы должны ваших денег показать. Но весь плюс этой программы в чем? Это деньги безвозмездные. То есть их не нужно возвращать. Но за них тоже нужно отчитаться. За них тоже нужно отчитаться. Почему бы вам не поучаствовать в данной программе? В свою очередь участники встречи поблагодарили главу района за работу в интересах жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова